Если кого-то спросить о том, кто сегодня является крупнейшим и даже основным потребителем российской нефти, то наверняка каждый скажет о том, что это Индия и Китай. А более внимательные наблюдатели отметят еще и Турцию, но вряд ли кто-то назовет четвертого крупнейшего потребителя российской нефти. Как это не удивительно, но на четвертом месте находится Болгария. В отличие от первой тройки, которая явно воспользовалась ситуацией и решила содрать шкуру еще не убитого медведя, то с Болгарией дело обстоит несколько по-другому. За время правления прокоммунистических правительств энергетический сектор экономики плотно попал под российские структуры. Акцентирование на просоветские правительства мог быть излишним, потому что в той же Австрии, Германии или Венгрии все выглядело примерно таким же образом, но что касается нефтянки, Болгария обогнала всех. Под управление российского концерна «Лукойл» перешел крупнейший нефтеперерабатывающий завод «Нефтехим» в Бургасе. И понятно, что он работал и работает сейчас исключительно на российской нефти. Кроме того, «Лукойл» имеет крупнейшую в Болгарии сеть автомобильных заправок, и путинская стратегия, которая предусматривала концепцию добраться до конечного потребителя нефти и газа в странах ЕС, тут была реализована полностью. Вставляя пистолет в топливный бак, водитель платил непосредственно «Лукойлу». По сути, то, что произошло в Болгарии, примерно соответствует тому, что можно наблюдать в самой «Нароссее». От нефтяной скважины где-то под Нижневартовском до топливного бака болгарского автомобиля продукция шла исключительно по российским каналам, а в Болгарии оставались только налоги и сборы, и, скорее всего, взятки чиновникам. Основная масса прибыли уходила в «Нароссею». И вот по состоянию на текущий момент деятельность бургасского нефтехима покрывает свыше 80% потребления бензина и дизельного топлива и 10% ВВП Болгарии. Понятно, что никто не предполагал, что такое положение придется менять, но когда этот вопрос встал в полный рост, то пришлось разрабатывать планы избавления от практически тотальной зависимости от российских структур в области нефтянки. Поэтому ЕС предоставил Болгарии отсрочку по вступлению в действие санкций относительно закупок российской нефти до конца следующего года. То есть прямо сейчас Россия вполне легально поставляет нефть на бургасский НПЗ. А по данным аналитического агентства КПЛЕР, это свыше 3 миллионов баррелей сырой нефти в месяц. Тут надо учитывать еще один момент, который сразу переходит в область политики. Бургасский нефтехим и нефтеналивной терминал в Росенце, который принимает нефть для него, дает свыше 5000 рабочих мест. И не учитывать этот факт просто невозможно. Для относительно небольшой страны одновременная потеря такого объема занятости однозначно сыграет против той политической силы, которая отважится принять подобное решение. Тем более, что Лукойл активно сотрудничает с довольно жирной и мохнатой прессой Болгарии, которая, скорее всего, находится на подсосе у Лукойла, и та отрабатывает свой номер ответственно и настойчиво. Целые табуны экспертов рассказывают о полном коллапсе потребительского рынка Болгарии, а тем более энергетического рынка экономики, если прекратить закупки российской нефти и подвинуть Лукойл с его местного пьедестала. По разным каналам мы получали информацию о том, что в Болгарии левые силы пытаются спекулировать на этой теме. А мы прекрасно помним, как некто Анжела Меркель, вроде бы формально выдвинутая в канцлеры от консервативной партии, рассказывала то же самое. Промышленность страны остановится, население замерзнет и вообще наступит катастрофа, если разозлить друга Владимира. Сейчас ее уходом партия заняла резко антипутинскую позицию, и теперь очевидно, что все то, что она выдавала за бундесинтересы или за партийную линию, на самом деле была совокупность ее мнений, предрассудков и очевидной заангажированности. Не более. И теперь там флаг с аквафрешем, который Анжела держала, не покладая щек, теперь держит ультраправая партия-альтернатива для Германии, которая светится, как рождественская елка, обилием связей с Кремлем. Тем не менее, в Болгарии ее речи усердно конспектировали и сейчас повторяют дословно целые абзацы, заменив Германию на Болгария. Когда обводились санкции ЕС против Москвы, нефть вошла далеко не в первый их пакет и не в последнюю очередь благодаря усилиям Болгарии. Во времена бурных дебатов именно по этой теме действующий министр финансов Асен Васильев пообещал наложить вето на общее решение, если Болгарии не будет предоставлена отсрочка по их исполнению, что и произошло в конце концов. В ход пошли самые спекулятивные аргументы о том, что якобы топливо, производимое на бургасском НПЗ, перекрывает до трети потребностей Украины в топливе и в частности это топливо идет на нужды ВСУ. Эту тему развил и сам Лукойл и заявил о том, что является транснациональной компанией без доли участия государства в своих активах. Якобы все это вместе взятое говорит о том, что к Путину и к его войне болгарское предприятие вообще не имеет никакого отношения. При этом там умолчали, что российское предприятие Лукойла снабжает топливом армию агрессора. Здесь нет ничего нового, потому что такие заявления укладываются в московские стандарты. Их там нет, это не мы, это другое и т.д. Но не будем забывать и то, что буквально с первых недель широкомасштабного вторжения Болгария начала нам поставлять оружие, боеприпасы и скорее всего топливо. Без малейшей огласки и, главное, без условий того, что она это будет делать только в том случае, если она будет не одна и не выдвигала ограничений по применению оружия и боеприпасов. Поэтому на эту ситуацию следует смотреть так, что в какой-то момент София осознала степень своей зависимости от страны, способной развязать агрессивную войну посреди Европы. И то, что требуется время для того, чтобы избавиться от такой зависимости. И сейчас она постепенно выруливает из этой ситуации, несмотря на бешеное внутреннее сопротивление тех, кто сидит на окладе у Москвы. Вот что об этом пишет политику. София решительно поддерживает Украину, отправляя оружие и боеприпасы. В прошлом году она отвергла требования Кремля оплачивать импорт газа в рублях, что сделало Болгарию первой страной ЕС, отрезанной от поставок из России. В прошлом месяце болгарские депутаты проголосовали за прекращение действия соглашения, которое давало Лукойлу контроль над терминалом импорта сырой нефти в Бургасе, Россинец. На этой неделе правительство заявило, что намерено решить, как перевести нефтеперерабатывающий завод Лукойла на переработку нероссийской нефти. То есть болгары, пусть и не так быстро, как того хотелось бы, пошли по пути остальной Европы, за исключением Венгрии, для того, чтобы аккуратно убрать из своей экономики язву, которая могла парализовать весь экономический организм просто телефонным звонком или нажатием одной кнопки. Им есть на что смотреть в качестве примера, когда вот такие же российские закладки, но на газовом рынке пытались обрушить энергетику в Австрии и Германии, оставив сухими подконтрольные им газохранилища накануне зимнего сезона. Наконец принято решение удалить ее раз и навсегда и забыть об этом, как о дурном сне. Так что вот такой интернациональный бизнес российских террористов наподобие Лукойла еще раз услышал знакомое «Осторожно, двери закрываются, следующей станции не будет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова